Ой, ребята, держитесь за что-нибудь, потому что о рывках и прорывах сейчас буду рассказывать готовы. Официальный доход спикера Госдумы Володина в 2022 году составил, внимание, 81 миллион рублей не я придумал. Вот вам, пожалуйста, ссылка на страницу депутата на сайте Государственной Думы. Устроит такой пруф? А теперь просто предлагаю взять в руки калькулятор и сделать небольшой перерасчет. Крэкс, пэкс, фэкс, ух ты. Так это что ж получается, только по официальным данным господин Володин годом ранее зарабатывал 220 тысяч рублей в день. Еще раз для тех, кто на бронепоезде, 220 тысяч в день. Нехило так для слуги народа, который на шею налогоплательщиков сидит. Ой, я не могу. Подумал не о том. Не, ну круто, че, в стране кризис. Россия под санкциями. Дыра в бюджете растет с космической скоростью. По итогам двух с половиной месяцев текущего 23-го года она достигла размера примерно в 3 триллиона рублей. Это 10% от общего годового бюджета страны. И то ли еще будет, вон правительство коммерсантов уже повторным налогом обложило, потому что... Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И не только коммерсанты попали под раздачу. В государственных компаниях на крупных частных предприятиях людей трясут добровольно, принудительным порядком. Мол, страна в тяжелом положении. Ты давай, Вася, поможи государству-то. Отчекрыш от своей зарплаты 5 тысяч. Ничего-ничего, деды, он вообще голодарь в Великую Отечественную. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше, питаться, например. Это что, камень мой огород? Ага, а Володин в это время нифига не голодает, 220 тысяч депутатов капает на счет ежедневно. Ну вот, мама моя, чтобы было понятно, ветеран труда на минуточку, она повышенную пенсию получает. Так это ее годовая пенсия, дядя Слава столько в день рубит. Ай, молодец, какой не до голода мужчине совсем. Икра черная, красная, да, заморская икра. Это реальная журналистика, а вы говорите уж, что у меня в программах позитива не бывает. Ну вот же вот, хоть кому-то хорошо в скреп-державе живется. Давайте искренне порадуемся за человека. И поехали! Рядовые россияне тем временем продолжают процветать и подниматься с колен в конце февраля. В городке Гуревске есть такой в Калининградской области. Так вот, там закрыли единственную общественную баню. Правда, известно, ободом стало только на днях, потому что власти все это время пытались замолчать о проблеме, конечно. Кто-то сейчас может сказать, ой, тоже мне проблему нашел, какую-то баню закрыли в каком-то Гурьевске. А это действительно проблема. Дело в том, что в городе, население которого 26 тысяч человек на всякий случай, так вот, в этом городе уже 30 лет нет горячей воды. В некоторых домах ванных комнат не предусмотрено в принципе от слова совсем. Спасались той самой баней, а теперь ее закрыли. Около пятидесятков жителей Гурьевска столпились у здания местной администрации. Они требуют объяснений, почему закрыли единственную в городе общественную баню. Для большинства пришедших ее посещение было не просто хобби, как это часто бывает, а единственной возможностью по-человечески помыться. Я живу на Заречной в Гурьевске. У нас четыре-пятиэтажки, в которых нет горячей воды уже 30 лет. Это необходимость. И где мыться, и как мыться. В некоторых старых домах города и прилегающих поселках и вовсе нет ванных комнат. С конца февраля для них соблюдение гигиены стало настоящим мучением. Как придется, как чуть-чуть в тазиках. Так, ну все. Вообще особенно забавно натыкаться на такие истории на фоне всеобщего ура патриотического радостного воевай. Европа там замерзает без нашего газа. Украинцы-то украинцы без света остались. Не сегодня, не завтра сдадутся. И Зеленского на блюдечке с голубой каемочкой Путину принесут. Не выживут они в таких нечеловеческих условиях. Просто напоминаю. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах, ужин при свечах почти романтично. Но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. В пабликах шутят, вот мол, когда свидание через 30 минут. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. Ты ходить можешь? Я ходить могу. Так иди нахуй. Да-да-да, сами вон 30 лет без горячей воды живем и ничего. В нефтегазовой сверхдержаве, блин, в эпоху создания всего на свете слева Польша, справа Литва и там и там, кстати, таких проблем не наблюдается. Зато у нас есть 26 тысяч россиян из Калининградской области, которым, естественно, все завидуют, но которым тупо зад помыть негде. Скоро полвека как? Теперь совсем негде. Значит, лучшая в мире страна это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Попробуй набери ее тут воду. Хоть снег топи, сетуют жители Красной Горки. С прошлого лета одна за одной в селе закрываются колонки с водой. Предположительно, селя не называют виновного. Перекрывает у нас депутат сельского поселения, потому что он так хочет, получается. Потому что он отчитывается начальству и говорит, что у нас в сельской местности у всех вода проведена в доме. А это на самом деле не так. Ну, я не знаю, я не удивлю. А это уже Омская губерния. Тут люди не то что без горячей, вообще без какой-либо воды сидят на колонку. До недавнего времени ходили, как 30-40 лет назад, а потом. Оказалось, что по бумагам-то село передовое современное. Кроме того, согласно отчетам, в каждый дом давным-давно провели водопровод. Вот и жительница местная об оном как раз сообщила еще раз на бис. Потому что он отчитывается начальству и говорит, что у нас в сельской местности у всех вода проведена в доме. А это на самом деле не так. Ну, как обычно это бывает в России, баблопровод кто-то в карман себе провел. А водопровод существует в отчетных документах в нарисованном виде и все бы ничего. Но, похоже, проверяющие в село собрались нагрянуть. Вот и поубирали под эту лавочку все колонки киедрений феней. Нет, некрасиво получится, согласитесь. Начальство-то едет, думает. У них там Видик, Шмидик, Фокс, 21 век, все дела. А на деле, опа, и бабка какая-нибудь с коромыслом, нежданно, негаданно нарисуется. Нет уж. Пусть лучше рабы без воды поживут. Снегуны, правда, нехай топят. Нежели депутат или там глава района без премии останутся. Нищебродам не привыкать. А тут вопрос политический. Мы привыкли удовлетворяться тем, что имеем. А Запад, он больше, у них комфорт, там, то есть, а мы, главное, с этой обутой одеты мало-мало. А богатством, как бы, ну, нам, значит, так удобнее, а Европе так удобнее. И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей, а у них они друг на друге сидят. Сложно, сложно, блядь, сложно. Кстати, о газе. В Госдуме предложили увеличить тарифы на голубое топливо из-за потерь Газпрома в Европе. Полезные санкции привели к тому, что дяденьки толстосумы лишились большой доли дохода, а у них дети, кредиты, яхты, дворцы, ну, в общем, не доедают. Теперь господа Сичин, Миллерса, товарищи, хреново им. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефти» 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании «РЖД» 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. Сколько? В связи с чем предлагается нам с вами на амбразуру встать за свой счет потери топ-менеджеров Владимира Владимировича компенсировать? Ну а что? Нас 140 миллионов дураков примерно, простите, патриотов, конечно же. Ребятишки вот уже даже, кстати, посчитали. В 4 раза всего цены-то придется поднять для внутреннего потребителя, это не очень много. По 22 тысячи с лица получается, правда, с каждого, включая детей и пенсионеров, ну вот у меня семья, 4 человека, я жена, дети, 92 тысячи всего нам надо забашлять на поддержание штанов вот этого замечательного человека. Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Ну что, это деньги, что ли, господи? Да на фоне заработков спикера Госдумы Володина, напомню, 220 тыр мужчина в день имеет. Он пока спит, ему столько накапает. Вот лег, проснулся и уже есть чем заплатить. А он ведь всего-навсего наш с вами слуга. Мы-то чего? Мелочиться будем? Ну патриоты мы или нет, в конце концов. Да и вот как ты, например, или ты спать собираешься спокойно, если будешь знать, что жене там или дочери господина Миллера, или даже чур меня чур. Кому-то из детей Дмитрия Сергеевича Пескова придется лететь на выходные в Эмираты не частным джетом, а вонючим бизнес-классом в одном салоне со смердами. Да это дикость какая-то. И вообще научитесь уже разделять слуги народа, это слуги народа, у них свой мир, а мы хозяева, работодатели, звучит-то как. Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями, и тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, неприятно. Молодежь очень многое заинтересована совершенно другими вещами, связанными с заработком денег, с малым бизнесом, средним бизнесом. И я лично не знаю ни одного человека, который бы даже задумывался о том, что есть такие люди, которые занимаются судостроительством. Хорошо, что мне все объяснили. Плохо, что я ничего не понял. Ну, а если отбросить Стёб в сторону и попытаться порассуждать здраво, вот взять историю с той же нефтегазовой отраслью и ее проблемами, потому что главным образом нам в данный момент в физиономии тычут. Ну, мол, да, в главной отрасли проблемы, значит, это проблемы у всех и каждого. Стоп. Хочется сказать мне в этом месте, а не вы ли, малоуважаемые, эффективные менеджеры, четверть века рассказывали нам, там сказки о необходимости слезать с нефтяной иглы. И деньги делаются где? На нефти, на газе, на металлах. Не идет модернизация структуры экономики. Наша экономика до сих пор сохраняет очевидную сырьевую направленность. Главнейшая задача нашей экономики, главнейшая задача правительства на ближайшее время – диверсифицировать нашу экономику, сделать ее современной, развивающейся на новейших технологиях. Вот те ограничения внешние, с которыми мы сталкиваемся сегодня, может быть, наконец-то подтолкнут нас к тому, чтобы эту структуру менять более энергично. И че? Когда, значит, Господь, наконец, услышал ваши молитвы? Ну вот оно свершилось, как заказывали? Ага. Оказалось, что кроме нефтяной иглы у Кощея ни хрена-то и нет, понты одни дешевые. Сказки о рывках и прорывах на фуне глазадых оборванцах, сверхлюдях и скреп державы. Да Володин зарплатой в 220 тысяч в день предлагаю, кстати, памятник ему сделать и на место рабочего и колхозницы водрузить, как главному достижению путинской эпохи. Все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на канал в соцсетях, тоже жду, напоминаю, во ВКонтакте, в Одноклассники, через VPN, на остальных площадках без ограничений. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!